Конечно, все довольны. Родители довольны. Раньше во дворе на Пустышево в 8 была одна песочница и старая качеля. Теперь разнообразие локаций на любой возраст. Для взрослых лавочки и турники, для детей городки и другие развлечения. Собственники жилых домов проявили активность, четырех домов провели голосование и приняли участие в программе «Тысяча дворов». Соответственно, утвердили сметную документацию, утвердили дизайн-проект. Мы самостоятельно выбрали производителя детского оборудования. В частности, здесь стоит оборудование из Тольятти. В этом году работы по программе «Тысяча дворов» в Центральном районе ведутся на восьми объектах. Их стоимость почти 54 миллиона рублей. За тем, что происходит на стройплощадках во дворах, следит районная администрация. В первую очередь обращают внимание на безопасность. Мэрам города Хабаровска даны такие поручения. Мы должны контролировать ход выполнения работ для того, чтобы качество выполняемых работ было хорошее. И граждане в первую очередь остались довольны. Пока минимальные замечания по благоустройству уже отремонтированных территорий. Это вырубка и опилы сухостоя. Это уборка территории, чтобы ничего не оставалось после ремонта. Ну и, конечно же, возможны какие-то недочеты, которые так или иначе могут встречаться по самому ходу работы. Как приводят в порядок дворы вместе с заместителем мэра, осматривает и советник губернатора Иван Рыбин. Хабаровский край заинтересован в преображении своей столицы. Тема ЖКХ, тема вообще благоустройства территории – это некого рода магнит для людей, чтобы они оставались, чтобы они чувствовали внимание со стороны властей, чтобы они чувствовали эту заботу. Ну и, конечно же, комфорт, большая заявка на столичный город. Новые дворы откроются для прогулок жителей до конца сентября. Советник губернатора вместе с районными комиссиями объедут их все и проконтролируют качество выполненных работ.